добрый вечер там и в эфире до эфире меня зовут евгений додалев их я уже забыл как зовут но национал традиции у нас гости называют котов это повышает их капитализацию допустим сукачёв назвал котенка игорь иванович а это мальчик и девочка нет это два мальчика поэтому если вы не возражаете мы их так и назовем шура и лёва здесь у вас нет никаких не противопоказаний по под этим под этим брендом их возьмут может быть даже вот а кто из них шурок то ли сейчас вот выберите сами одинаковые абсолютно до явление природа так прям а меня потрясает что вы-то очень разные по энергетике а помню видел какое-то интервью с нестерова он сказал что вас принимают или принимали за братьев меня это совершенно поразило больше тут мы недавно играли у наших друзей был день рождения на одной вечеринке и сидел бомон девочки девушка 7 мы спели песню серебро и девушки как же хорошо группа агата кристи спел обороте самой лошадь да странно потому что нас почему-то с агатой кристи еще часто путают именно путают постоянно меня называют шуры шурика лёвый странно что вас не путают с леноном маккартни потому что вас очень похожая история значит на два года старше ровно на два года познакомились фактически ну можно сказать что школе ну я еще учился школе да вот и вот по всему остальному очень вот так вот складывалась как у этого тандема это я не к тому что может как-то закончится вы сами ощущаете какое-то вот ну не знаю родство то есть душ или нет детство мы знаем друг друга и как-то бы даже никогда в жизни не ругались и не ссорились с лёвчиком да уже примешались родители уже шурина мама я иногда даже считаю что она моя настоящая моя соответственно могу сказать то же самое пройдет наташу лёвку мам поэтому наши родители дружат между собой вот сейчас нас концерт приезжать лёвина мама мои родители приехали у вас-то родители в израиле у вас в минске как мама а мама да они приезжают на концерт 23 и 24 будет я правильно подобрать 4 будет дополнительный на 23 уже все до нас уговорили сделать второй концерт вообще принципе не очень любим руководство крокуса позвонила мы как раз в голливуде были сводили эту пластинку позвонили грит и за неделю было продано 3000 билетов и солд-аут получился сколько там 7000 они начали нас уговаривать давайте еще один концерт потому что все билета в кассе нет люди просят и мы решили сделать немножко концептуально другой концерт мы убрали фан-зону то есть все будет только партер сидячий так вот и чуть-чуть программ видо изменили то есть 23 до 4 не будет 23 будет фан-зона а 23 будет два разных концерта будет только по вот там формат будет различаться вот только с этим или и программа на что другие будут потому что часть артистов не сможет некоторые артисты не смогут 24 и поэтому поменяли песни а есть такие артисты которые будут двадцать четвертого как-то не будет 23 практически все оба дня а то есть то есть это но 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 новая новые коллаборации таки меняется принципе я вообще скажу кто у нас участвует нас участвует реннерс капер из группы брейнстором маша макарова настя поле варе демидова тамара гварцители владимир пресняков найк борзов инна желанная полива полива назвал вот 24 не будет по-моему тамара гварцители откуда вообще такая тяга коллаборациям вот почему вот я другого такого не знаю как коллектива который так часто бы вот работал бы другими музыкантами по поводу койлтон джон и был вот по проект ду дуэт он часто там исполнял я думаю что причины тому видимо все-таки пластинки нечетный воин которые сами по себе сориентированы как сайт проект такой продюсерский проект в котором участвует не только мы но и приглашенные артисты по причине того что песни разноплановые песни все пишет михаил карасев это шурин дядя и в общем наш давний гуру можно так сказать песни разноплановые и не все песни подходят под наше исполнение поэтому сама по себе пошла такая традиция приглашать наших друзей и самое главное во всей этой истории попробовать под поместитесь немножко в другую реальность другие музыкальные условия нежели в которых они привыкли себя чувствовать например вот мы делали есть такая замечательная московская группа вежливый отказ роман сусловой объединили его и дэвида брауна из группы бразовилл и сделали такое что-то наподобие радио и когда рома послушал говорит электронная музыка не моя но в целом получилось мы всегда представляю помещаем артистов немножко другие предлагаемые обстоятельства в этом-то и суть эксперимента вот этот сайт проект уже четвертый да не чертой воин 3 но он четвертый да вам не кажется что вы как-то собственное лицо размываете абсолютно нет нет ни в коем случае потому что и наши поклонники знают что нечетный воин это параллельный проект скажем не классная работа и поле для экспериментов а пластинки номерные группы b2 это пластинки группы b2 и ничего не теряется пластинки вот до пластинки с оркестром а пластинка с оркестром вот собственно вот эту программу и представляете 23 до 4 это плюс еще все да в том что с оркестром мы уже сотрудничаем 10 лет у нас накопилось порядка с оркестром вообще опять же уточнили с пражским нет с пражским я сейчас расскажу всю историю просто изначально мы познакомились с дирижером феликса марановским который является дирижером оркестра полиции сейчас раньше мбд и оранжировки все сделал геннадий корнилов это уникальный человек достаточно взрослый которые в конце 60-70-х сотрудничал дел оранжировки для муслима магомаева тамара мянцаровой моей кристалинской золотой век советской эстрады вот и этот проект изначально когда мы слышали как они играют что они играют это вот золотой век советской эстрады конца 60-х я не могу улыбку стереть с лица когда я слышу свой вкус советской эстрады смотри все было хорошо все было хорошо в советской эстраде смотри бернес утесов кристалинская это же прекрасно исполнитель а вот в 70-х уже все испортилось 80-х появился рок-н-ролл слава богу а поэтому мы отказались от тяжелых гитар и этот жанр он ушел вот он 80-х ушел 90-х ушел оркестр в принципе аранжировщик играет вот как представь себе то есть вот эта пластинка это если бы группа b2 появилась году 72-ом 70-ом в россии вот так бы это звучало правда эта пластинка записана с лучшим европейским оркестром это праг метрополит симфонический он круче чем лондонский симфонический можно поспорить может поспорить потому что там собранный этот оркестр собрали четыре года назад ребята из голливуда для того чтобы сделать для фильма мишин impossible потом они skyfall писали просто в голливуде дешевле чем писать в лос-анджелесе дешевле построить под прагой студию собрать супер европейских музыкантов и это в два-три раза дешевле наш друг звукооператор сергей большаков нашел этот оркестр он по киношим своим делам и дирижер феликс ароновский они поехали в прагу мы им дали там переводчика они приехали в прагу и горят ну давайте репетировать оркестра им горит нет мы не будем репетировать мы будем записывать играть да как надо же порепетировать там все-таки партитуры серьезно 65 человек оркестра играть первый тейк а у нас есть песня дэвид боуи она самая сложная там штрихи всякие сложные там такие тутийные места там да 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 там проверяется насколько сильные скрипачи деревянные духовые медные духовые типа саундчека такого ну не саундчека это просто очень сложные штрихи и вот они с первого дубля как сыграли и парни решили что репетировать точно не надо и они вместо четырех дней записали все за три дня вот дальше мы привезли все это в москву пригласили тамару гварцетели юлию чечерину настю полеву леону кафону варю демидову спели за лето все эти песни а немножко отредактировали и в августе мы полетели в лос-анджелес в северный голливуд к такому гуру его зовут томми викари а это дедушка уже 68 лет его первая работа была в 72 году он свел концерт джорджа харрисона помощь в англодеш откуда my sweet lord потом он работал джорджем бэнсоном майклом джексоном тиной тёрнер стэнли кларком продюсером джорджа дюка был били прессона продюсером а последние 10 лет немножко надоело записывать альбомы он дружит с хансом сенсиммером знаменитый композитор который музыку в кино пишет и ньюман рэнди ньюман и он последние 10 лет сводил и записывал музыку для всех голливудских блокбастеров а куда бы как вы на него а на него нашли через тоже знакомых ну там сложная история но мы привезли всю эту историю причем когда он первое мы сначала послали песню и нескольники и комментарии как будет тоже дэвид боу и он открыл барабаны и подумал урок и при прислали на первое сведение и звучит но не очень сильно отличается от бедвашных пластинок мы гремение мы приедем все расскажем и грим так нам надо чтобы это все было олдскульно как в семидесятые годы вот и мы провели сколько пять великолепных дней свели 16 песен вот послушайте пластинка получилась клевая мы послушаем пластинку конечно причем послушать и это насколько я все ваши поклонники что ее уже можно данные можно послушать скачать скачать в айтюнсе в google play яндекс музыки открыта прослушка а те кто придут конца получит получать вместе с входным билетом они получают вот этот пластинок а вот вы вообще известны тем что вы выкладываете себя на сайте в очень хорошем качестве свои альбомы для бесплатного скачивания да у нас есть портал мы с друзьями сделали планета точка ру где мы собираем деньги краудфандинг нас история и кстати на этом на этой платформе можно все альбомы группу b2 в супер качество скачать абсолютно включая вот этот этот появится чуть позже я просто думаю как бы сложилась бы судьба бедва если бы 8 6 0 хотя бы в 92 был бы интернет вот совершенно ведь по-другому вы наверное да вот как-то все происходило бы потому что вам бы не пришлось бы так пробиваться но вы бы сразу бы показали то что вы можете мы тогда еще не были готовы вот я считаю что вот наша 90 наша миграция жизнь в израиле и мая достаточно долго в австралии дал нам такой мощный опыт которым мы посидим пользуемся поэтому все произошло прекрасно в свое время в 2000 году мы появились именно в то время в которое мы были готовы и принципе страна была готова но вот что тогда хорошо если вы считаете что вы в 2000 году вот уже сформировались и готовы были вот поступать под этим вот уже известным все всей стране всем странам нашим бывшим союза брендом что за эти 13 лет самого существенного произошло я не говорю про рождение детей я говорю сейчас тут про про музыку как как творчески вырос или куда-то развился коллектив мне кажется что во первых у нас появилась возможность благодаря нашим поклонникам заниматься вот с нашим появлением двухтысячном году и со всеми вот проектами то что мы активно гастролируем появилась возможность делать все наши всевозможные эксперименты включая нечетный воин оркестр записывать практически через каждые два-три года новые альбомы это вот одно из самых важных моментов на музыкальном этом деле очень трудно подводить черту и почевать на лаврах потому что каждый раз приходится создается успех заново нет я я как раз не к тому чтобы черту какой-то подводить но 13 лет вы уже фактически но у вас основное ваше место пребывания это все-таки россия на основном вы вы работаете в россии вот за эти 13 лет если в нескольких словах как что произошло вот если не перечислять проекты а вот концептуально что произошло с коллективом в какую сторону он скажем если вас можно назвать коллективом стали ли падать в сильную долю да у нас в 2006 году мы просто сменили весь состав в группе 2 и сейчас не побоюсь сказать играть самые лучшие музыканты страны это вот андрей звонков великолепнейший гитарист борис лившиц фантастический барабанщик я просто не буду писать день и все играли макс лакмус наш бас-гитарист и я николенко уже последние три альбома с автор всех текстов 2 вот и у нас замечательная команда и те кто были у нас на концертах это а почему в коллективе все равно нет постоянных музыка постоянно музыканты уже постоянным за поставить 2006 года на самом деле постоянно и только вот два фронтмена ну нет я думаю что постоянно вопрос жизнь меняется как у кого какие желания появляются в жизни но я очень надеюсь что это постоянный состав может сколько с 2006 года это уже сколько лет мы уже четыре там сколько семь лет вместе а как вчера а как вчера до выходишь на сцену как вчера запал у группы такой же плюс очень хорошо у каждого музыканта в нашей группе есть свой сайт проект параллельный вот барабанщик у них с сашей диченко и актером есть группа антиго андрей звонков сделал с димой севастьяновым такую группу зулик то не играет такой психоделический джаз рок а ян николенко он лидер группы сети и дипов комплекс не всех есть свои свои я понял я примерно представили как выбирают музыкантов то есть вы там по профессиональным качествам наверное отбирайте а вот как для коллаборации вы отбираете людей то есть это люди с которыми вы дружите люди которых вы просто видите иду хотите с ними как-то вступить в какой-то альянс или тоже или вы понимаете что они какие-то ваши там единомышленники как правило это люди единомышленники или с теми с кем знакомишься и ты понимаешь что у тебя существуют контакты в творческом отношении естественно это обязательное условие но бывают случаи когда как с тамарой например мы познакомились с арбенина не смешно не смогла правильно с тамарой арбенина дай бы спеть эту вещь правильно я читал не нет но с ямарой я по так как завязались отношения мы участвовали в проекте не голубой огонек которые делали миша козырев и максим виторган и там появилась идея спит на вместе с тамарой гасцели нашу песню моя любовь и мы сначала и успели а потом уже с ней подружились это стало уже в дальнейшем таким же точкам союзом достаточно крепким разные условия знакомства условия творческого какого-то начинания как правило это друзья знакомые либо если мы не знакомы приглашаем кого-то вот как учетный воин нам очень нравился андрей миссин исполнитель такой мы познакомились записали с ним песню сейчас дружим вот так вот со мной кого-то мы естественно знаем мы кто-то уже скажем ветеран там проектов вот там например дина арбенина или юлия чечерина они часто участвуют в разных проектах лина желанная понятно вот мне такой вопрос я понял что вы несмотря что вы плотно друг другом работаете общаетесь у вас при этом еще и альянс такой вот человеческий что вы там как миг джаггер там с кит ричардсом не 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 так они последние по-моему 10 лет не разговаривают не гримерки даже вот в разных а скажите вот вы про своих детей друг с другом разговариваете вы прикидываете кем кем будут ваши дети они будут музыкантами всегда можно понять как реагирует это существо на на звуки то есть вот она заинтересуется музыка не всех весь такой клише у всех напрашивается вопрос будут ли дети продолжение они профессию я честно говоря не об этом не задумываюсь я тоже доставляю свободу за ребенком да они манишем маленькие превращается детство ребенка в кошмар связан с каким-то инструментом когда вы начинают мучить я уверен что если с каким-то конкурсами уверен что если у человека есть тяга к музыке то овладеть инструментом можно в любом возрасте это все произойдет 12 13 14 лет вот так раньше не но раньше будет но когда есть такие чикаре по-моему вообще начал играть уже в преклонном возрасте на на инструменте разве я не знаю да вам преклонны это будет как водка когда клонные он не датки не детский да в этом смысле преклонны а а скажите вот детей называли не советовали друг с другом то есть это решение жены принимали или кто это не ну конечно имена я придумал сам это мопис женой придумали на оливер ева творческую составляющую все-таки я беру на себя я-то мечтаю что существует как бы такой тезис что именно самом деле серьезно отпечатывает личность и допустим вот ну в твоем случае там родился как егор потом стал игорем всем известен как как лёва вот это как-то ощущалось или нет или имя само по себе паспорт сам по себе баллистической точки зрения это хорошо когда твое имя по крайней мере первое время когда становишься известным твое настоящее имя она является секретом это хорошо секретом только для тех кто и дорогу википедии в википедии не было википедии ты появляешься не сразу а правда да кстати если уж мы упомянули википедию что из игора в игоре превращение произошло потому что там при оформлении документов в израиле да да такая какая-то вот да бюрократическая а сейчас такой какой граждан безграмотность у вас вот вы в америку ездите вы визу получаете австралийский паспорт а то есть вот эти 6-7 лет в Австралии они 8 даже а ты 6 лет без без да да у нас есть вид на жительство российское поэтому то есть на пять лет у нас нет проблем с визами каждый год раньше были большие проблемы нужно было каждый год ставить визу но по сей день приходится ставить визу украину казахстан мне надо когда последний раз были белоруссии и с чем белоруссии мы были в прошлом году у нас был тур как раз мы катали альбом спирит и мы проехали в этом году мы тоже были мы ездили а ну в минске были я просто не помню что было неделю назад сейчас мы неделю ездили с оркестром по Волжью а что было до этого неделю вообще не помню нет я просто к тому что когда вы начинали заниматься музыкой вы были волнистыми а минск был такой столицей хэви металла я хотел сказать да да вот что там в этом смысле произошло то есть вы там вы там народные герои любимцы или или как или взорвавшиеся такие покинувшие родные пенаты я нет но у нас белые залы у нас да аншлаги мы всегда мы раз в год как правило приезжаем белоруссию с концертами и играем лёва родился в минске я в бобруське и в бобруське мы стараемся ну так как там город маленький мы делаем очень дешевые билеты чтобы показать шоу зрителям друзьям один раз даже сходил на встречу одноклассников да да ну и как это было ну так интересно первое время после того как мы можно сказать вернулись что ли вот в россию в снг к нам белоруссия относилась настороженно больше мне кажется они присматривались к нам нежели мы но потом как-то оттаяло сердце приняли нас а вот жизненный опыт у вас такая насыщенная биография получилась этим путешествиями он как-то находит отражение в текстах я этого отражения не вижу может быть в чем-то другом допустим не знаю опыт собирания апельсинов в израиле или служба в армии на ближнем востоке все это а вот конечно есть первом альбоме есть песни то есть вы считаете и даже в последних альбомов скажем если послушайте на социальную как раз больше наверное обращаемся к нашему опыту нежели к окружающему тому что происходит вокруг все-таки ориентируемся на на самих себя нежели на на то что про окружает нас ни с кем не советуетесь смысле ну вот допустим я я правильно понимаю что именно балабанов выбрал когда ему была предложена кассета он выбрал эти три вещи в общем нет фильме это было фильме 3 и полковник это стал очень надо на долгие годы визитной карточкой коллектива то есть у нас что алексей был вот этот рецепт вот вот он мог понять что именно выбрать вы с кем-нибудь в этом смысле у вас есть какой-то чек которым вы даете вот попробовать у нас есть у нас такая хорошая традиция когда песня записана сведена перед тем как это слушать вся страна есть несколько человек кто-то живет в израиле например михалу курсовом и наши близкие друзья как правило либо у меня либо у лёва мы вставим в кругу а сейчас конечно все просто сейчас все в телефоне одеваешь наушники и с несколько человек кому мы ставим это в первую очередь у нас есть такой проект живой звук на канале не знаю знаете вы или нет по пятницам выходит вот в это же время в 9-19-30 я вас приглашаю спасибо вот приходите потому что мне кажется что это будет здорово это в общем ваша с оркестром как бы тема живой звук но поместишь с оркестром если поместить да приходите с оркестром да пожалуйста мы всех разместим вот большое вам спасибо за а вы продавать потом нет мы их так отдаем мы их отдаем они они готовы абсолютно прошли предпродажную подготовку прививки да все все дела вот теперь у них есть да и есть у них теперь брендовые имена надеюсь что их заберут а я надеюсь что 23 у вас точно будет ошлах швы 24 у вас тоже а 24 а насколько я знаю сейчас крокс позвонил осталось по моему 40 или 50 билетов про можно можно считать что уже концу нашего эфира не осталось ни одного большое вам спасибо всем вас в другом звуке спасибо